Задали вопрос, что такое траур, как к нему вообще относиться, как его носить, не носить. Давайте вспомним, это вообще трава, это немецкое слово переводится как скорбь, печаль. Но мне очень нравится, как Феофан Затворник говорит, давайте, говорит, плакать о нашем почившем сроднике, но по-христиански, по-православному, усиливая молитвы, попование на милосердие Божие. Если мы говорим о внешнем моменте, то обратите внимание, когда человека отпевают в цехраме, то священник находится облачен, правильно сказать, в белых одеждах, как символ божественного такого света, чистоты. Помните, преображение Господня. Потому что наша душа преображается перед Богом, особенно если мы делали много добродетелей, шли к Богу, выполняли заповеди Его. А можно еще один пример вспомнить, обратите внимание, можно это в интернете найти, как проходили похороны Ситага Иоанна Кронштадтского. Там даже коней в белые, такие балахоны одевали. Не черные, потому что белые – это в том числе чистоты, а черные – это сугубо скорбь. А почему скорбь-то должна быть? Понятно, что боль утраты, ближний человек, но траура как такого глубокого не должно быть. Почему? Потому что Господь обещал нам встречу с нашими близкими, сродниками жизни вечной. Поэтому у нас нет печали, что мы никогда больше не увидимся. Господь, как минимум во втором пришествии Своем, даст нам эту возможность увидеться с нашими близкими. А поскольку мы православные люди, молясь о них, и наша душа успокаивается, и им есть великая духовная польза. Поэтому мое частное мнение, я бы не носил черные одежды, а вот обыденный или белый, допустим, платочек – знак чистоты. Но это все-таки на ваше разумение. Храни Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!